добрый день меня зовут алексей тримаскин я представляю компанию варгейминг мой доклад называется анатомия автоматизированного тестирования для начала я хотел бы рассказать о самом проекте world of warships на котором я работаю world of warships это многопользовательская мой rpg игра которая погрузит вас в мир морских баталий начала 20 начала 20 века это очень большой проект состоящий из большого количества компонентов таких как сервер core render юай и множество других разработка ведется на нем по фичу branch одновременно в разработке находится порядка 80 веток в которых идет активные которые идут активные комиты игра предполагает очень большое количество контента более 50 кораблей сейчас уже выпущено для каждого из них существует более статус кейсов более 6 карт с уникальным ландшафтом каждая из которых должна тестироваться и бесчисленное количество игровых объектов для каждого из которых необходимо проверить минимум по 18 кейсов все это создает достаточно большую нагрузку на отдел кейсов собственно говоря очевидно что для этой задачи нужна автоматизация автоматизация наверное как и у всех используют для автоматизации используются боты которые проверяют логику приложения игры собственно неважно но такая проверка не затрагивает все компоненты системы и не позволяет писать end-to-end сценарии посредством которых можно проверить юз кейсы описаны непосредственно в документации к проекту так начались был было принято решение написать системные юай тесты для проекта но систем автоматизированного тестирования юая не так много на самом деле особенно остро стоит вопрос для приложений которые используют свои движки или какие-то доработанные так ни одна из систем автоматизированного тестирования кроме сикули не подходила нашему проекту но сикули были большие проблемы так как юай интерфейс постоянно менялся и поддерживать существующие тесты было фактически невозможно остальные фреймворки они более-менее ориентированы на конкретные технологии которые нам не подходили там винформ кока все что угодно рассматривался вариант адаптировать какой-то из имеющихся уже решений допустим в драйвер протокол но для него необходимо было написать свой драйвер реализовать клиентскую часть протокола и неизвестно чтобы из этого вышло то есть на свои чаяния получилось бы неизвестно что по всему было принято решение разрабатывать свою систему автоматизированного тестирования юай здесь представлены основные ее компоненты начнем пожалуй с сценариев сценарии основаны на генераторах идея очень простая генератор позволяет выполнять отложен на код мы можем дожидаться любых событий каких только захотим и код от этого становится очень прозрачным более того мы откладываем эти состояния они поддержка генераторов происходит на уровне интерпретатора то есть мы не сохраняем нигде это текущее состояние сценария и при этом можем его выполнить через любой промежуток времени соответственно для такого подхода очень очень простая обработка таких сценариев которые просто обычный next для генератора выполняется сценарий авторизации приведен на слайде здесь все очень просто выбирается сервер заполняются пользовательские данные нажимать нажимается логин все это достаточно прозрачно понятно и человеку который не связан с программированием как вы заметили на предыдущем слайде используется обращение к одному объекту логин скрину это page object объект которые внутри себя инкапсулирует всю логику работы с низкоуровневыми методами и вот при один из их один из примеров того как это реализовано фил юзер дата заполняет обычные поля wait window логин просто ждет 10 секунд допустим select сервер выбирает элемент из списка в из выпадающего списка клик логин нажимает кнопку логин все тоже очень просто как вы заметили здесь используются низкоуровневые функции взаимодействия с юая то есть здесь уже происходит конкретное обращение к объектам юая это все реализовано посредством питона пи это прослойка которая написана специально для нашего проекта которое обеспечивает взаимодействие между питоном и ю ай по факту это происходит следующим образом мы можем получить любой юайн юайный объект в представлении питон обжект на доступ получить доступ к нему на чтение изменять состояние элементов юая мы можем только посредством программной манипуляции источниками ввода ну то есть по факту мы даем возможность писать только честные сценарии что которые повторяли бы действия пользователя мы рассмотрели как происходит что происходит в сценарии сверху донизу предлагаю рассмотреть как выглядит обработчик этих сценариев обработчик это обычный стек генераторов который работает по следующим правилам стек кладется генератор и терируется хэд стека и если следующим элементом возвращаемым этим генератором является другой генератор он складывается в стек и все следующие операции происходят над ним собственно если генератор кидает исключение stop iteration элемент удаляется из стека и действия будут совершаться над следующим элементом в голове стека операция заканчивается в случае если стек пуст очевидно что это произойдет в том случае если все сценарии были выполнены в тесте здесь приведен пример как выглядит обработка сценария логина то есть у нас сначала генератор тест логина кладется в стек выполнения для него вызывается next он встречает вайт логин который возвращает генератор который складывается в стек и так далее все достаточно просто умещается в несколько строчек кода но тестовые сценарии не существуют сами по себе для них есть при конди шины пост конди шины которые настраивают систему для самого сценария либо возвращают ее в исходное состояние также тест кейсы мы не используем сами по себе мы их объединяем в ты с которыми непосредственно и работает наша система автоматизированного тестирования парсинг этого тестов происходит по средствам обычной функции генератора которая все что делает парсит эти строки которые там содержатся и выдают задачи для на стек исполнения но это не вся функциональность которая была предусмотрена в нашей системе также поддерживается параметризация которая позволяет проводить большие регрессионные тесты допустим контент куа хочет провести регрессионный тест на всех кораблях какой-нибудь сценарий там провести бой на карте север допустим и пишется один сценарий и запускается для 50 кораблей мы все это время ждем отчета все хорошо вложенность это очень специфичная фича которая была реализована она позволяет внедрить зависимости между сценариями допустим нам необходимо провести тесты в бою но по каким-то причинам мы не можем туда войти грубо говоря тест на заход в бой падает собственно нам нет смысла выполнять весь набор тестов которые мы хотели провести в самом бою собственно за счет вложенности мы этих сценариев мы позволим мы можем избежать выполнения заведомо зафейленных тестов и что сокращает время в разы также было реализовано расширенное логирование так как наша система подразумеваем подразумевает вызов через стек теряется стек трейс в актуальный который бы нам позволил сказать что зачем выполнялась и поэтому мы добавили расширенное логирование которое позволяет убедиться через логи что все происходило так как мы ожидали либо просто посмотреть что там действительно происходило также для параметризации была система была реализована система генерации тестовых данных которые берутся непосредственно из игры или из документации если таковая найдется вот в итоге мы пас мы построили легковесную систему которую которая состоит в общей сложности из 150 строчек на питоне которая нам заменила полноценный фреймворк она работает посредством нее были построены автосмоки которые длятся по полчаса позволяют убедиться в том что основная функциональность игры работает были созданы дневные авто аксельницы которые позволяют проверить минимальная минимальную функциональность игры что она там запускается то что в бои можно войти допустим были созданы авторегрессы они длятся от 2 до 12 часов в основном и ежедневно гоняются на ся и порядка 15-20 веток что приводит к более 750 отчетом ежемесячно спасибо за внимание вопросы аплодисменты так замечательно прошу спасибо за доклад у меня вопрос по бетоновской части я не до конца понял зачем в теле текста если можно открыть в теле теста да зачем везде раскиданы елды на я понимаю как это работает я так понял чтобы тело в полном смысле ход выполнения возвращался в основной цикл вот который на следующем слайде для чего это нужно основная идея того что мы пишем сценарий как функцию генератор мы выполняя для нее next получаем выполняем какой-то ее кусочек допустим сначала мы запускаем игру одновременно запускаем тест у нас нету логин скрина скорее всего изначально нам его надо дождаться чтобы нам его дождаться нам надо либо ждать какой-то соответствующий ивент либо вызвать какую-то функцию которая бы периодически допустим проверяла при вызове что есть ли сейчас логин скрин наверно будет понять не вот здесь то есть вот вы толпы он выполняет через генератор что мы чек вы чек вы чек вы в цикле пока не дождемся либо не достигнем предельного времени допустим ожидания это я понял я не понял почему мы возвращаемся к вейт вейт логин виду вот где было да почему он выполняется из экзекюшен стек ну понятно из-за елда но ведь если не было елда если бы просто звалась функция вейт логин винда он бы оказался там ну и туда дальше мы в глубь стека ушли бы если бы было обычный еще раз я не очень благодаря елду мы вейт логин винда выполняется из экзекюшен стек да вот и если бы елд не было то вейт логин был бы но просто в глубь уходил да вот зачем мы должны мы в тестах можем упасть на любом действии соответственно для того чтобы мы могли знать где мы упали непосредственно его как отдельные атомарные действия выделяем через yield который мы непосредственно будем ожидать их выполнения то есть понятное дело что вейт да можно было засунуть внутрь вейт логин винду и там ждать но за счет того что мы используем page object который предусматривает reuse некоторых операций то есть сам сама операция вейта это какая-то низкоуровневая атомарная операция а уже вейт логин винду будет ее использовать собственно это позволяет не дублировать один и тот же код в разных местах если вопрос был про это и все-таки у нас забавные англицизм это особенно с пайтоном когда я объясняю что вот понимаете тут мы используем yield а тут мы не используем елду и она идет вверх по стеку все все понимают ну вот не дай бог кто незнакомый услышат вчера мать умерла пришлось мозги вытащите на рынке продать забавно кто еще хотел задать вопрос да прошу здравствуйте спасибо за доклад а я хотел бы спросить насчет отчетов то есть как именно они у вас составляются используя свои собственные силы либо каким-то сторонним фреймворком вот и еще такой вопрос возможно не по теме ну если сможете ответить будет хорошо в результате данные отчеты кто им пользуются то есть то из вашего состава спасибо начну с первого вопроса отчеты у нас одно время генерировались в виде писем обычных по шаблону отчет прохождение выводился формате xunit относительно которого по шаблону генерилось письмо сейчас в дополнение к этому используется allure который имеет более приятный интерфейс нежели наш потрясающий отчет в письме сами письма приходят отделу к вей всему и оунеру ветки нет это на данный момент это не рассматривалось как что-то что будет открытым кодом это просто как идея для возможной реализации ваших в проектах потому что ничего сложного здесь нету абсолютно есть идеи использования генераторов для написания сценариев так прошу вас следующий вопрос спасибо интересный доклад по поводу секули то есть секули сама в себе работает со скриншотами на снимкам поэтому вам скорее всего не подошло потому что вас часто меняется а тут вы каким-то образом все таки до этого юзер интерфейса добираетесь если это не ноу-хау и не идеи было бы интересно узнать я прошу прощения и за волнение упустил этот момент мы обращаем питона пи о котором шла речь он использует специфический атрибут для юайных объектов по которым они собственно говоря изымаются из дерева юайных объектов и юай в нашем случае это скейл форм у обычного скил формовского объекта есть дополнительный атрибут name значение которого мы знаем и по нему получаем объект посредством питона пи собственно все еще вопросы так коллеги кто-то еще здесь ага у меня такой вопрос более общий как вы вообще пришли вот такой архитектуре приложение и были ли еще какие-то попытки как вообще вот именно к этому пришли и второй вопрос вот если нету трейсбеков реальных таких насколько вот разработчикам самим которым потом исправлять возможно какие-то баги ну логов хватает для того чтобы там найти не жалуются ли они там на нехватку информации насчет использования других решений насколько мне известно до этого фреймворк зиждался на колбеках собственно говоря сами сценарии выглядели вследствие этого ну менее читабельны задача была в том чтобы сделать понятные сценарии простой простую их обработку и в принципе текущее решение с этим всем справляется что ответил на ваш первый вопрос ну да колбеков был сикули что касается второго вопроса отчет содержит с кейс и в меняемую читабельную фразу о том почему он упал с каким сообщением там допустим wait open допустим если упадет то он скорее всего упадет на каком-то сердце что не дождался за максимальное время выделенное ему логин скрина какого-то и этой информации минимально достаточно для того чтобы хотя бы понимать что там происходило дополнительно прикладываются полный питон лог сервер лог error лог все что угодно иногда необходимо еще прикладывать дам памяти допустим для разработчиков чтобы точно знать что происходило но это уже такие детали которые не в двадцать минут да так коллеги мы на самом деле потратили все время включая перерыв вот остальные вопросы в кулуарах и на пьян и и и и и и и